Даже если бы знал, что не уйдет, больше никто не посмеет, а вот только Чечня уйдет, все равно бы не отпустил, потому что я же империалист. Чеченцы никогда не воевали за освобождение одной Чечни. У нас никогда раньше такой вообще борьбы не было. И Кавказ всегда боролся за независимость Кавказа. Чеченцы в том числе боролись за Кавказ. Вы возьмите, всегда это была борьба за освобождение Кавказа, Сицелла Кавказа, от Черного до Каспийского моря. Томсо, если бы ты был президентом РФ, ты отпустил бы Чечню, зная, что все это попросятся другие? Если бы я был президентом РФ, был бы, допустим, русским человеком, и я был бы империалистом, у меня были бы именно такие империалистические идеи, то, конечно, нет, я не отпустил бы. Даже если бы знал, что не уйдет, больше никто не посмеет, а вот только Чечня уйдет, все равно бы не отпустил, потому что я же империалист. Я этим живу, это есть мое величие, я этим горжусь, об этом я рассказываю своим детям, история будет об этом передавать, что мы вот такие, вот мы империалисты, этих покорили, тех покорили. Да, если бы я был таким, но если бы я, будучи российским президентом, русским человеком, я бы не был бы империалистом, был бы человеком других взглядов, допустим, как сейчас, я не империалист, то я бы не только Чечню отпустил, я бы весь Кавказ, весь Кавказ отпустил, еще бы помогал бы, сделал бы все возможное, чтобы Кавказ, либо как единый, ну это уже их проблема, в принципе, меня бы это не волновало, но я бы сделал все возможное, чтобы это были либо отдельные государства, либо одно государство, но при этом было с Россией в хороших дружеских отношениях, чтобы они были союзниками, я бы попытался их удержать там в какой-нибудь таможенной, единой зоне, рублевой зоне. То есть я бы создавал бы какие-то условия, чтобы их и не отпускать, как бы далеко, чтобы они не ушли, не отвернулись, не стали врагами, противниками, оставались друзьями, но при этом были суверенными и независимыми государствами, я бы сделал это. Если после свержения режима Кадырова в порядке референдума большинство жителей Чечни высказалось бы за то, чтобы остаться в составе России, ты бы смирился с этим или продолжал бы риторику отделения? Слушай, мне бы пришлось по факту с этим смириться, но риторику, конечно, я бы продолжал, и борьбу бы я продолжал, и объяснял бы своему народу, что так быть не должно, что с Россией мы быть не должны. Высказывание большинства людей не делает меня обязанным заткнуться. Да, мне пришлось бы с этим смириться, я же не попру против людей, что я сделаю, если люди хотят этого. Однако, бороться идеологически я могу, и, конечно, в этом плане я бы продолжал, но смириться бы пришлось, куда бы я делся. Если будет Кавказское государство, то это, наоборот, же означает, что Чечений не будет и вообще не будет никаких республик, и это несмотря на то, что чеченцы 400 лет воюют для освобождения своей страны. Майор, на самом деле, нет, неправильные выводы сделал, но и исторические у тебя данные тоже неправильные. Чеченцы никогда не воевали за освобождение одной Чечни. У нас никогда раньше такой вообще борьбы не было. Вы должны понимать, что вообще вот этих вот национальных республик, националистических каких-то вопросов, их до Первой мировой войны вообще не было. И Кавказ всегда боролся за независимость Кавказа. Чеченцы в том числе боролись за Кавказ. Это только в 90-х произошли события, когда оказалось, что мы единственные, кто высказал желание освободиться. И поэтому у нас получилось отдельное национальное государство. Но это не по нашей вине, это просто нас не поддержали. К сожалению, другие народы почему-то решили остаться с Россией. Поэтому так получилось. Но борьба, она всегда велась за общие кавказские интересы. А что касается государств, там Чечения будет или нет, я же говорю, что сейчас более приемлемое для нас решение это союз независимых государств в рамках Кавказа, Кавказского союза, как вот Европейский союз. И чтобы было и Чечения, и Кабарда, Балкария, Карачай, какие-то республики наоборот могли, допустим, объединиться, а какие-то наоборот разделиться. Скажем, Дагестан захочет как единая республика, как единая страна, то окей. Не хочет, если хотят, там по отдельности, например, Лизагестан хочет отдельно, там аварии отдельно, а кто-то остаться вместе так же. Я думаю, это настолько гибкие вопросы, которые можно решать. Но цель у нас должна быть у всех, это освобождение в целом Кавказа, как и у наших предков всегда были именно такие цели. Вы не найдете ни одной войны на Кавказе, которая велась для освобождения какого-то конкретного народа. Никогда такого не было. Мы всегда все вместе сражались за единые цели, боролись за это. Возьмите войну, Кавказскую войну, имамат, возьмите до этого Шейх Мансур вел борьбу, возьмите Горскую республику, да любую возьмите. Всегда это была борьба за освобождение Кавказа, Сицила Кавказа, от Черного до Каспийского моря. Томсо, неоднократно слышал, как ты говорил Чеченье вместо Чечня. Почему так, Уций? Потому что Чеченье, Чечня, это и то, и то имеет место быть Чеченская республика, Чеченская республика, Ичкерия, Нох-Чечуэ. Это все, как это говорится, тождественные слова. Это как Россия и Российская Федерация. Подразумевается одна и та же земля. А Чеченье это более правильное слово, чем Чечня. Чеченье, ну это и звучит как-то лучше и более, наверное, правильнее. Хотя Чечня тоже, есть многие противники, вообще слово Чечня, говорят, что это как типа ругательство, что так нас специально назвали, нарекли. Ну, я не вижу, честно говоря, в этом никаких проблем. Я использую и то, и то. Высказывания о религии от Гайдара Джамали вообще не стоит слушать. Ну, я согласен, что у него в религиозных убеждениях были отклонения, где-то даже очень серьезные. Но я сейчас говорю именно по поводу традиционного ислама, то, что он сказал. Вот это послушайте, это очень правильные слова, он прям конкретно это описал. Вот никто лучше него это не сделал в русскоязычной среде, по крайней мере, я не встречал. Он прям очень четко это определил. Субтитры сделал DimaTorzok